Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах минус 1, плюс 4. Днем плюс 21, 26 тепла. И местами до плюс 16. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью плюс 6, 8. Днем плюс 23, 25 тепла. Уже год как отработал первый и единственный в республике центр одаренных детей «Спутник». Талантливые школьники могут пополнить свои знания уменитых мастеров в различной области, окунуться в мир студенчества и пожить с друзьями в кампусе. Наша съемочная группа побывала в «Спутнике». Жизнь в центре одаренных кипит. Сюда стремятся пройти лучшие из лучших. Ведь попав в центр, ты по окончании смены получаешь опыт, знания, секреты преподавателей в таких областях, как наука, искусство и спорт. Кроме того, на выходе получаешь сертификат о завершении курса, приятные эмоции от общения со сверстниками, а также само проживание в современном кампусе. Кроме того, ребята обеспечивают пятиразовым питанием. И все это абсолютно бесплатно. Наш центр создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в соответствии с национальным проектом, также в соответствии с подписанным соглашением между Образовательным фондом «Талант и успех» и главой нашей республики Рашидом Борзбевичем Тимрезов. Наш центр функционирует уже ровно год. На прошлой неделе мы отмечали нашу годовщину. В этом центре все совершенно бесплатно для детей Карачаева Черкесской Республики. И не только для детей Карачаева Черкесской Республики. Попасть к нам можно очень легко. Все наши программы висят на нашем сайте. Центр одаренных детей. Записаться можно по навигатору доп. образования на любую программу. Будь то регулярная программа, будь то профильно-интенсивная программа. По всем направлениям. Сегодня в центре идет отбор на профильную смену по олимпиадной математике. Ведет отбор молодой ученый Эдуард Джан Дубаев, который преподает в СКФУ в городе Ставрополь на инженерном факультете. Заявилось больше 50 учащихся, но пройдут 20 сильнейших. Я сюда договорился приехать с друзьями, пройти тест и поучиться на профильной математике. Нам очень интересно, ведь математика очень интересный предмет для нас. Хотим получить новые знания, уйти с новыми достижениями. А послужили править этот центр? Да, конечно, мы не первый раз тут. Нам очень здесь нравится. Это очень хорошее место для развития молодежи. Здесь можно получить хорошие знания, прожить здесь прекрасные две недели, получить удовольствие, познакомиться с новыми детьми, для себя приобрести друзей новых. Я хочу здесь получить максимум знаний, и в будущем эти знания как-то воспользоваться этим знанием. Пока ребята проходят отбор на профильную смену, родителям провели экскурсию по центру. Показали кампус, кабинеты для обучения, многое другое. Даже взрослые в полном восторге от центра. Что уж там говорить о детях. Наш кампус – это своего рода такое небольшое общежитие, где дети на протяжении 14 дней живут и обучаются. То есть на протяжении тех дней дети находятся у нас в центре. Нахождение здесь предполагает проживание, питание и обучение. Мы заходим в навигатор 09 Дети КЧР, регистрируемся, смотрим интересующие нас программы и регистрируемся в навигаторе. В центре работают высококвалифицированные специалисты, которые ждут ребят на регулярные профильные смены. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи.